Приветствую вас, аноним. Если честно, довольно противоречивый текст у вас получился, потому что, с одной стороны, вы говорите, что мужчина карьерист, сделает все для добавления очков в копилку. Правда, я не очень понял, как это связано с карьерой, и тем более, как карьеризм связан с тем, что мужчина любви обвинут, что мужчина много женщин, и не для серьезных отношений. То есть, это момент, как это связано. Дальше вы говорите, пора бы ему уже задуматься о семейной семье, думать о семейной жизни. Пора. С чего вы взяли? Чтобы пора ему думать о семейной жизни, для меня, честно говоря, загадка. Потому что мужчина думает ровным счетом о том, о чем хочет думать, и делает ровным счетом то, что он хочет делать. Почему вы считаете, что он должен задуматься о семейной жизни? Вопрос. С другой стороны, вы говорите, что вам двадцать один год, вы ведете себя скромно, не курите, не пьете. Вот. Леджет. И мужчина проявляет к вам определенные знаки внимания. Например, не делает замечания, что вы бездельничаете, когда вы это делаете, в отличие от других людей. Кстати, а почему вы бездельничаете? Вот. И, смотря на вас, заменяет грубое слово на более мягкое. Вот. Все это позволяет вам думать о том, что у человека к вам симпатия. Ну, может быть, симпатия у него к вам есть. Но, какая это симпатия? Вы для него, очевидно, достаточно нежные, хрупкие. Вот. Поэтому он не хочет вас травмировать. Возможно, он вас жалеет, а возможно, относится к вам как родитель. Это зависит же от возраста, сколько мужчине лет, сколько вам лет. Возраст мужчины вы не пишете, но предполагаю, что он старше вам. И в силу того, что вам 21 год, вы делаете акцент на семье, ведете себя скромно и так далее. Я предполагаю, что вы кажетесь немного старше своих лет, и со своими ровесниками вам не интересно. Именно поэтому вам, вас интересует то, нужны ли мужчины серьезные отношения, и какая женщина ему для этого нужна. Вот. Но вопрос этот, что это дает немножко не по адресу, потому что мы психологи, и по-моему, мы можем разобраться с вашими проблемами и вам. Например, почему вы считаете, что мужчине уже пора думать о семейной жизни? Вот. Почему вы в 21 год думаете о семейной жизни? Откуда ваша скромность и откуда безделие? Вы пишите, что жизнь меня связала с карьеристом. Не жизнь, вы сами. Здесь проблема с ответственностью. С личной ответственностью за то, что вы делаете. Вот с этими проблемами можно как врат поработать. Поработать. Дальше. Вы пишите, как же определить, что он меня просто уважает или что-то ко мне чувствует? Я не думаю, что здесь речь идет об уважении, я думаю, что он, конечно, чувствует что-то, но вопрос в том, что и какая разница. Важнее, что чувствует и вы. И как вы это выражает. Видите ли, вы ориентируетесь на чувство другого человека на внешнюю среду. Вы ориентируетесь на внешнюю среду. Это большая проблема, потому что ориентируетесь на внешнюю среду, вы делаете себя зависимым. Ориентироваться нужно абсолютно на свои чувства, но здесь мешает скромность ваша. То есть вы, вероятно, много думаете и мало позволяете себе действовать импульсивно и спонтанно. На такие вот моменты я могу вам обратить ваше внимание. Пытаться же понять мужчину здесь бесполезно. Это не этично с точки зрения психологии. Мы не говорим о других лицах, но мы можем говорить о ваших собственных проблемах и о ваших собственных переживаниях. Например, я вижу, что вам хочется быть защищенной. У меня такое ощущение возникло. Хочется быть как бы под крылом. Хочется быть ведомой в отношениях. Вот. И именно такой мужчина вас привлекает. Проблема в том, что такие отношения очень деструктивные, зависимые, неравноправные. Что повышает риск того, что вас просто не будут видеть как личность, будет видеть исключительно как женщину. А вы сами прекрасно видите, что делает мужчина именно с женщинами. Вот. Чтобы он вас выделил, чтобы он относился к вам по-другому, нужно, чтобы он видел вас в личности. А для того, чтобы он видел вас в личности, вам, во-первых, нужно перестать стремиться к семье, если вы стремитесь к семье. Потому что за стремлением к семье лежит незащищенность и с этим нужно поработать. С другой стороны, представьте себя скромно. Нет, я не говорю вам пить или курить, это исключительно ваше дело и ваша ответственность. Вот. Я хочу сказать, наверное, что вы становились более активно. Вот. И тогда, если у мужчины действительно есть какие-то к вам чувства, они приобретут самый благоприятный и конструктивный вектор. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешит самым лучшим образом. Город П своем Рис Вольф